На днях в комментариях под одним видео меня спросили, будет ли рассказ про термопару, он же EGT-сенсор. И так как в своем проекте данный тип датчика я не использовал, этот материал я как бы особо не изучал. Но все-таки прошелся по всем известным моим источникам и эту тему прошерстил. И сразу понял, что это очень интересная тема. Точнее сказать, это очень и очень интересный датчик. И сегодня мы поговорим про EGT-сенсор. Итак, поехали. Как вы знаете, все датчики я условно поделил на две основные группы. Обязательные и все остальные. Без обязательных датчиков в работе двигателя нам никак не обойтись. Без всех остальных вполне можно обойтись. Но они делают нашу жизнь легче. Так вот, EGT-сенсор, он же термопара, он же датчик температуры выхлопных газов, как раз относится ко второй группе. То есть без него вполне можно обойтись. Но если мы строим спортивный, хорошо нагруженный двигатель, он нам очень пригодится. Как правило, в основной своей массе в автоспорте и в автомобилестроении применяется датчик температуры выхлопных газов тип K. Ну или K по-английски, Type K. Данный датчик имеет просто невероятный диапазон измеряемой температуры. Напомню, используется датчик тип K. Данный тип датчика способен измерять температуру в диапазоне от минус 200 градусов Цельсия до 1260 градусов Цельсия. С очень большой точностью. То есть там погрешность в районе 1%. Ни один другой датчик температуры не способен работать в таком широком диапазоне измеряемой температуры и при такой точности. Если мы говорим про рабочий диапазон датчика температуры выхлопных газов, то тут надо понимать следующее. Верхний предел измеряемой температуры ограничивается не самой чувствительностью датчика, а скорее термической прочностью элементов, из которых он выполнен. Свыше 1250 градусов Цельсия материалы, из которых изготовлен датчик, уже начинают просто разрушаться, плавиться, сгорать и тому подобное. А так, в теории, сам датчик способен измерять и более высокую температуру, если бы он мог ее пережить. Давайте теперь поговорим о конструкции этого датчика. Несмотря на то, что он имеет такие фантастические параметры, это на редкость очень и очень простой в конструкции датчика. Даже тот же самый обычный терморезистивный тип датчика, как по мне, имеет гораздо более сложную конструкцию, с гораздо большими тонкостями и заморочками. Чувствительный элемент представляет из себя два разнородных проводника, то есть проводника из разного материала. Если мы говорим про тип К, то это никель-хром и никель-алюминий. Никель-хромовый и никель-алюминиевый проводник соединяются как раз на конце нашего датчика. Сам этот чувствительный элемент никель, вот эти два вот этих проводника, помещены в цилиндр из нержавеющей стали, как правило. Сам датчик подключается дальше либо к блоку управления, либо к специальному контроллеру, который считывает его показания. Какие здесь есть важные очень нюансы? Материал самого измеряющего элемента и проводник, который соединяет наш датчик с блоком управления, либо с контроллером, это один и тот же материал. То есть провода, которые идут от нашего датчика, состоят точно из такого же материала. Никель-хрома и никель-алюминия. Кстати, вы заметили, что я не объяснил причину того, почему именно провода, которые идут от датчика до контроллера или блока управления, сделаны из того же самого материала. Никель-хрома и никель-алюминия. На это есть, естественно, своя причина. А вот какая причина? Давайте в комментариях под этим видео вы расскажете свои версии. Почему происходит именно так? Потом у себя в телеграм-канале я уже расскажу свою версию, почему это именно должно происходить именно вот так, а не как иначе. Ну и может быть потом в дальнейшем в одном из видео. Как правило, подобные датчики имеют два исполнения. С открытым концом, либо с закрытым концом. У открытого на конце датчика чувствительный элемент открыт и имеет непосредственный контакт с измеряемой средой закрытого. Соответственно, этот чувствительный элемент находится внутри цилиндра из той же самой нержавеющей стали. Ну, либо материал, из которого изготовлен этот цилиндр, который всю эту конструкцию держит. Работают они одинаково. С единственным отличием, что реагирует на изменение температуры. Он чуть-чуть медленнее, нежели открытый. Но, как мне кажется, он и более долговечный. Кстати, говоря про долговечность, помимо того, что данный датчик такой очень функциональный, с такими параметрами, он еще отличается редкой долговечностью и надежностью в работе. Дело в том, что там просто-напросто ломаться нечему. При правильной, конечно же, его эксплуатации. Как вы, наверное, уже поняли, такой датчик работает не по принципу терморезистора, а несколько по другому принципу. Работает этот датчик в так называемом эффекте Зейбека. Он же еще называется термоэлектрический эффект. Я сейчас не стану углубляться в теорию и грузить вас своей ерундицей. Скажу лишь только одно, что если вам эта тема интересна, то в описании к этому видео я оставлю ссылку на видео, где эта тема рассказывается более подробно и более понятным языком. Рассказывать ее будет Гервиц Валериан Иванович, доцент кафедры общей физики МИФИ. Да, действительно, Валериан бывает не только в кино. Как мы поняли, работает это все на термоэлектрическом эффекте. И благодаря этому эффекту, когда наш датчик погружается в измеряемую среду, в измерительной цепи нашего датчика будет наводиться ЭДС, электродвижущая сила. Выражаться это будет в напряжении. Напряжение это небольшое, где-то в районе 60 милливольт всего лишь. Как с таким напряжением при таком большом диапазоне можно работать? В районе 60 милливольт это будет где-то, наверное, в верхнем диапазоне, то есть где-то в районе 1200 градусов Цельсия. Более нормальная температура выхлопных газов под нагрузкой где-то в районе 800-900 тысяч градусов. В любом случае там не будет даже тех же самых 60 милливольт. И вот как же с этим напряжением работать? Это напряжение, которое мы получаем от нашего датчика, мы просто увеличиваем через такое устройство, как амплифайер. Это если по-английски. По-русски это, ну, наверное, усилитель сигнала. Если мы получаем сигнал в диапазоне от 0 до 60 милливольт, он его может просто увеличить от 0 до тех же самых 5 вольт. А вот уже с 5 вольтами любой блок управления работает просто на ура. Но на справедливости ради надо сказать, что не все блоки управления имеют возможность для прямого подключения подобных датчиков без всяких внешних контроллеров. Допустим, ECO Master Black, у него есть два входа непосредственно под два подобных датчика. Соответственно, мы просто берем наш датчик, устанавливаем его и подключаем соответствующие пины. Тут очень важный нюанс. Обязательно нужно соблюдать полярность. Вот сейчас вы на схеме видите, какой провод куда должен подключаться. Желтый у нас плюс, красный у нас минус. Минус у нас цепляется как положено на массу, а плюс цепляется на специально выделенные каналы. То есть на любой свободный аналоговый вход вы данный датчик подключить не сможете. Он просто работать не будет. И вот после того, как мы подключили наш датчик температуры выхлопных газов, что же нам нужно сделать с нашим блоком управления? Если вы помните мои видео про настройку аналоговых входов и тому подобное, датчиков, то нам всегда после установки датчика нужно его сконфигурировать, откалибровать и тому подобное. Здесь же ничего с датчиками температуры выхлопных газов или EGT-сенсоров ничего делать не нужно. Точнее сказать, ничего не нужно делать с их калибровками. Единственное, что нам нужно сделать, это, допустим, если у нас есть на то необходимость, внести в алгоритм управления бустом какие-нибудь корректировки. То есть, чтобы при повышении температуры EGT, температуры выхлопных газов при необходимости можно было либо снять, либо снизить, либо наоборот повысить буст, ну, в зависимости от вашей конфигурации. Наверное, самое главное, о чем следовало сказать в самом начале, это коррекции, конечно же, по топливу. Заходим во вкладку топлива и выбираем EGT Correction Table. Вот эта вкладочка. И вот здесь нужно внести вот эти корректировки, которые нам необходимы. То есть, если температура слишком высокая, значит, топливо нужно увеличить. Это, наверное, самая основная функция защиты вашего двигателя при наличии такого датчика. Все-таки этот датчик больше относится к безопасности работы нашего двигателя, то, соответственно, есть смысл зайти в Engine Protection, так называемая вкладка Engine Protection. И здесь есть такая вкладка EGT Alarm. И вот здесь вот и настраиваем. Будем мы использовать алармы, либо не будем мы использовать алармы. Соответственно, вот у нас, если у нас используется один EGT-сенсор, то мы, соответственно, используем канал 1, которому... Ну, либо канал 2, в зависимости от того, куда мы подключили наш EGT-сенсор. Либо используем оба канала при V-образном исполнении двигателя. Либо, если у нас EGT-сенсоры работают по CAN-шине, через соответствующий CAN-модуль. Дальше, что мы можем сделать? Если у нас есть свободный, незадействованный вспомогательный выход, мы можем сигнал, этот аварийный сигнал, вывести через наш вспомогательный выход, допустим, на ту же самую лампочку, которая будет мигать и предупреждать нас. Дальше, что еще нужно настроить? Естественно, ну, это верхний предел, можно сказать, аларм-лимит, так называемый. То есть, это при какой температуре у нас этот аларм, я, наверное, не сказал, аларм это тревога, аварийный сигнал, предупреждение и тому подобное. При какой температуре у нас этот сигнал будет всплывать, ну, скажем так, появляться. Соответственно, ну, здесь написано, допустим, EGT-температура 950 градусов. Соответственно, в зависимости от того, какое топливо мы используем, конфигурация нашего двигателя, эта температура будет разная. И поэтому вот эту настройку мы выбираем уже исходя из этих параметров. Дальше, если мы используем ALS, а именно Antilag System, так называемое, при антилаге температура выхлопных газов, естественно, будет гораздо выше. Антилаг работает на том, что топливо горит непосредственно уже в выпускном коллекторе. И за счёт этого создаёт дополнительный поток выхлопных газов, которые продолжают раскручивать эту турбину. Это непременно приведёт к тому, что температура выхлопных газов будет там гораздо выше, нежели при максимальной нагрузке в обычном режиме, то есть без антилага. Поэтому это всё нужно отстроить. Больше в софте для этих датчиков не потребуется делать ничего. С этой точки зрения этот датчик ещё и очень простой в эксплуатации. Два датчика. Это, конечно, хорошо, но самая лучшая конфигурация в данном случае будет использовать по одному такому датчику на каждый раннер. Раннер — это как раз вот та часть трубы выпускного коллектора, которая соединяется непосредственно с выпускными клапанами головки двигателя. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Простите, оговорился. С окнами выпускных каналов ГБЦ. Что это нам даст? Если мы устанавливаем такой датчик на каждый раннер нашего выпускного коллектора, то мы можем контролировать правильность работы в каждой камере сгорания нашего двигателя. То есть, если бы мы использовали один общий, ну или два какогообразных двигателей таких датчика, то мы бы контролировали только общую температуру выхлопных газов. При нормальном режиме работы, даже если температура выхлопных газов у нас высокая, но температура в каждом раннере плюс-минус одинаковая, в одном диапазоне находится, то так мы хотя бы понимаем, что у нас все камеры сгорания работают в одном режиме. А если мы видим, что на всех датчиках одинаковая температура, а на одном или на двух датчиках температура либо выше, чем у всех остальных, либо ниже, это значит, что либо у нас смесь бедная, либо богатая. В любом случае это говорит о том, что у нас что-то не в порядке. И это очень сильно помогает в диагностике. И причем не только в той диагностике, которую мы сами делаем, а непосредственно уже, которую, ну скажем так, самодиагностика, которую так или иначе блок управления постоянно делает. И если мы ее правильно сконфигурируем, то можно в идеале избежать серьезных поломок нашего двигателя. Становится вопрос, а как подключить 6 или 8 или 10 датчиков, когда, допустим, тот же самый ECO Master Black способен подключать к себе напрямую только два датчика, а у каких-то блоков управления вообще нет такой функции прямого подключения таких датчиков. Тут нам на помощь приходит так называемый CAN-EGT модуль. Собственно, это простое устройство, которое подключается в общую CAN-шину. К этому устройству, соответственно, мы подключаем все наши датчики. Как правило, это 6 либо 8. Ну, от 4 до 8 это наиболее популярный. Это устройство получает все показания от наших датчиков температуры и передает их в сеть по CAN-шине. И эти данные блок управления уже получает и уже с этими данными работает. На самом деле, очень удобная штука. Я бы, если честно, если бы вот этим заморочился, хотел бы именно вот что-то подобное, вот именно такую конфигурацию. Хорошо, вот у нас 6, 8, 10 датчиков. Как нам правильно их установить? Дело в том, что если мы устанавливаем датчик на каждый раннер, тут надо соблюдать несколько основных правил. Во-первых, каждый датчик нужно устанавливать как можно ближе, грубо говоря, к двигателю. И все они должны быть установлены на одинаковом удалении от, ну, соответственно, нашего двигателя. И что самое интересное, что тоже немаловажное, они должны углубляться, скажем так, в наш раннер на одинаковую глубину. Тут еще один нюанс. Если у нас атмосферный двигатель, то датчик устанавливается до середины нашей трубы, выхлопной трубы. Ну, в данном случае раннера, скорее всего. Если у нас турбовый двигатель, либо компрессорный, либо там какой-то на азоте, на нитрометане, что-то вот на такой вот ботве, так глубоко его ставить нельзя. Его нужно ставить на четверть величины диаметра, внутреннего диаметра нашего раннера, но не более 6 мм. Так, по крайней мере, написано в инструкции, которую именно выпустил ECO Master. По установке, в принципе, и все. Что еще я не рассказал про данный тип датчиков? Несмотря на то, что данный тип датчиков, а именно термопара тип К, используется для измерения температуры выхлопных газов, в принципе, мы можем использовать данный датчик для измерения вообще всего, что угодно. Можно использовать его для измерения температуры впускного воздуха, температуры масла, бензина, вообще всего, что угодно. Вы спокойно можете им измерять даже температуру вашего тела. Ну, если у вас есть такая необходимость, это действительно прям абсолютно универсальный датчик температуры. Единственное, что вам потребуется, это просто его установить и правильно подключить. Чисто в теории, если мы возьмем CAN-модуль на 8 EGT-сенсоров, а у нас всего лишь 6 цилиндров, у нас остается 2 свободных вывода под 2 дополнительных EGT-сенсора. Две этих термопары можно опять-таки подключить к этому CAN-модулю и измерять при помощи этих двух датчиков опять-таки любую температуру. Допустим, температуру окружающего воздуха, температуру подкапотного пространства. Итак, подводя итоги, как мы поняли, это простой, надежный и очень полезный датчик. Возможно, самый надежный из всех датчиков температуры, который существует. Если вы знаете какой-то более надежный и более функциональный датчик, чем термопара, пожалуйста, прошу в комментариях поделиться своими знаниями. Имеет он, конечно, свои особенности, свои недостатки, которые на самом деле вполне можно нивелировать. И при всем при этом данный тип датчика еще является не самым дорогим. То есть при всей своей надежности и при всей своей вот этой вот замечательности он недорогой. То есть цена, в принципе, от 650 рублей начинается. И, в принципе, я думаю, что он вполне адекватно будет работать. Купить их можно даже на Алиэкспрессе, на Озоне, ну, где угодно. Собственно, я рассказал, наверное, все, что узнал про этот датчик. Если вам есть что добавить по данной теме, ну, как всегда, милости прошу, комментарии к этому видео с удовольствием почитаю. Хочу лишь добавить одно, что когда я готовил этот материал, пошел всеми теми же путями, наверное, которыми идут большинство из нас, смотрел YouTube, искал через поисковики. И скажу одно, по крайней мере, на YouTube, на русском языке практически никто эту тему не рассказывает. Как будто, знаете, все такие молчаны. Но, может быть, я просто не нашел. Допустим, где-то за бугром можно нарыть вполне себе хорошую информацию. Конечно, если вы знаете иностранный язык, я, допустим, при подготовке этого материала очень много использовал из видео про, опять-таки, про датчик, про EGT-сенсор YouTube-канала Haltech. Ну, то есть, вы знаете, есть такой производитель. Все очень доходчиво, понятно. Единственное, что нужно знать английский язык. Поскольку я его немножечко знаю, мне это очень сильно помогло. Поэтому, если вы знаете английский язык и хотите посмотреть этот материал, ссылочку на этот видос я тоже оставлю в описании. А у меня на сегодня все. Надеюсь, я вас не сильно утомил. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, писать комментарии, жать на колокольчик. Я не знаю, в какой последовательности это все делать. Тут уже вам предоставляю полную свободу. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там, по крайней мере, более удобная связь. Ссылочка обязательно будет в описании к этому видео. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока.